Итак, матрица КМТ-2. Это наше второе заседание по этому поводу. Я думаю, поскольку новые лица, и в прошлый раз мы не договорились. Собственно, все устали, и никакого резюме так и не было. Поэтому вначале я повторю вкратце содержание прошлой серии, а потом представлю еще парочку аргументов. Парочку, или по крайней мере один, который мне кажется наиболее важным. Ну, а общий подход к рассмотрению КМТ-2 у нас у меня. Следующий, это значит, я беру КМТ-2 в целом, без деталей. Если мы будем в детали погружаться, ну, там и погрязь. Итак, с чего все началось? Все началось с того, что существует так называемая распространенная десепция Канта, представитель которой сам Канта называл трансментальными реалистами. То есть, это люди, которые считают, что вещь в себе и вещь для нас существует с нами в одном порядке бытия. Так сказать, да? Ну, если это для меня вещь, для меня сейчас, да? Ну, я-то трансментальный реалист, не просто реалист. Я понимаю, что это я воспринимаю вещь. И моя субъективность очень важна для восприятия этой вещи. Какая она на самом деле, я не знаю. Может быть, она вот эта. Вот такая. Вещь сама по себе, когда я на нее смотрю. Но суть в том, что когда я отворачиваюсь от нее, да, вот эта вот вещь, она остается здесь. Вот эта пропадает, а вот эта остается здесь. Вот эта суть подходит трансментальному реальному. Вот такое представление мы очень распространимы, в том числе и в интернете. Чаще всего можно встретить, так сказать, и вашу монашу с одной стороны, с другой стороны. То есть непонятно, что же такое вещь сама по себе и вещь для нас. Ну вот, допустим, Василий в терминах катовской философии. Важнейшее понятие катовской философии в строгом смысле означает вещь со стороны тех ее свойств, которые не зависят от человеческого восприятия и его специфических условий. При том, что они вполне могут зависеть от условий божественного содержания. Вот это то, что я сказал. Вот то, что не зависит от человеческого восприятия. Но она есть на самом деле. Я провел такую скринь интернета. Я подчеркиваю, только вот для нас. То, что философы пишут для нас. Не серьезные статьи, а вот только в этом стиле написано. Единственное, человек, который пишет прямо, что вещь в себе это никакая не вещь, это очень старая академика из Ермана. Она настолько старая, видимо, что материать нечего. Почему я на этом снова останавливаюсь? И почему, мне кажется, вот это важно понять, как происходит восприятие какой-то философской концепции? Поскольку очень важно понимать, под каким колпаком мы живем. Это и есть самый общий колпак, независимо от качества каждого индивидуального колпака. Ну, конечно, каждый думает, что он умный. У него какой-то своеобразный взгляд, да? И он смотрит наверх и видит там пролики в этом общем колпаке. Тем не менее, колпак один, большой и общий. Вот это, мне кажется, очень важно подчеркнуть. Итак, трансцендентальный реализм versus трансцендентальный идеализм. Вот последний трансцендентальный идеализм это то, что Кант понимал по своей трансцендентальной философии. У Канта сотни, если не тысячи, там суждений, которые не терпят какой-то многозначной интерпретации. Все однозначно. А именно, все вещи, суть нашего представления. Все предметы. Они существуют только в нашей мысли, буквально. А что Кант пишет о трансцендентальных реалистах? Трансцендентальный реалист превращает этими модификации нашей чувственности явление представления. Вот явление, для меня. Вещи. Существующие сами по себе и потому считает представление вещами самими по себе. То есть происходит гипостазирование. Вот он, на самом деле, Кант говорит, что это лишь представление. А андросцендентальный реалист говорит, ах, я-то знаю. Да, это представление. Но кроме этого представления есть еще вот некая сущность в этой вещи. Конечно, которую я знать не могу. Вот. В прошлый раз мы разбирали такое понятие, как трансцендентальный объект. Вот нет ничего более далекого от существа вопроса, чем метафора изображения звезды на линзе телескопа, который любят трансцендентальные реалисты оперировать. То есть считается, что из далекой звена звезда на нее смотрит это как бы вещь в себе. На нее смотрит в телескоп астроном. И вот то изображение, которое появляется на линзе, оно как бы объективно. И вот это есть трансцендентальный объект. Так вот, нет ничего более далекого от истины. Поскольку единственное, что мы можем сказать о трансцендентальном объекте, это то, что его нет. Вот про ноумен мы ничего сказать твердо не можем. А про трансцендентальный объект мы можем твердо сказать, что его нету вот в нашем порядке бытия. Зачем он нужен? Канту. Канту обсуждает так. Если все есть представление, да, то должна быть причина. Наш рассудок требует причин. Категорию причинности прошибленности. Хорошо говорит Канту. Вот эта причина будет называться трансцендентальным объектом. То есть причина явлений есть трансцендентальный объект. Это некое умозрительное представление. Исключительно для удобства, для нашего удобства. Иначе нам было бы трудно себя ощущать в мире одних представлений. А может быть, даже и невозможно. Трансцендентальный объект так вот Канту говорит хорошо. Я облегчаю вашу вашу жизнь. Пусть у вас будет такое понятие, как трансцендентальный объект. И вот каждому каждому причину явления вы будете соотносить трансцендентальный объект. Как это можно интерпретировать? Понятным нам образом. Трансцендентальный объект это ближе всего. Не то, что ближе всего. Это и есть просто объект науки. То, что исследует наука. Не тот конкретный предмет науки, данный нам в какой-то научной теории. Допустим, есть разные физические представления о элементарных частицах. И в каждом она очень четко описывается. И это есть предмет электроны. Как предмет? Это нетрансцендентальный объект. Это предмет науки, который она исследует. Но мы-то знаем, что это наше временное представление. Что через 30 лет представление о электроне изменится. И мы будем трансцендентальный фото нетрансцендентальный объект. А просто предмет электрон будет выглядеть уже иначе. А может быть и вовсе исчезнет. Не раз в истории науки был объект доисплох. Тем не менее. Вот мы же должны думать, что существует какая-то истинная причина всех явлений вокруг того, что мы называем электроном. И вот это и есть трансцендентальный объект. Вообще выделение трансцендентального объекта это я бы сказал в выделении трансцендентального объекта заключается искусство экспериментатора. Я позволю себе отвлечься и рассказать случай из собственной жизни. Ну вот я кончил значит кафедру попал в лабораторию а там была такая у нас американская система типа вот приходишь мы тебя уже саша знаем садись работай. А у меня к этому времени уже было как бы сделано я уже одна напечатана статья я чувствовал себя уверенно весьма ну естественно статьи были сделаны со старшими товарищами. вот поскольку я такой крутой мне просто сказали все работай ты уже знаком с лабораторией представляешь чем мы занимаемся ради бога товарищ я конечно набросился и ну это было мучительное я помню два-три месяца когда я нарабатывал казаровские материалы а еще был у меня такой приятель родит он говорит ты Саша не волнуйся да главное дай мне данное а я объясню он говорил так мы придумаем интерпретацию так вот в этом-то и ужас просто так придумать интерпретацию невозможно просто на какие-то экспериментальные данные искусство экспериментатора заключается в том чтобы выделить из реальности некий объект исследований вот тот самый трансферонтальный объект и исследовать причинно-следственные связи этого объекта причем эксперименту ставить так чтобы их интерпретация была однозначной результатом чтобы можно было что-то однозначно сказать по полученным данным вот это очень важно несколько лет назад в ЖЖ была очень большая дискуссия длительная в блоге одного московского биолога где обсуждали как раз каким образом ученый выделяет объект исследования но он классический биолог как бы ну вроде поэтому то есть человек изучающий природу и вот как выделить в природе объект исследования насколько это важно изначально ну грубо говоря берете вот муравейник казалось бы или грибница начинаете изучать муравейник и он по всему лесу этот объект расплывается или грибница да а вот в результате длительных исследований приходишь выводом что нафиг мне это муравейник и не нужен то есть уже другие понятия и объекты возникают которые в целом описывают образ явлений ну ладно я отвлекся я просто хотел сказать что Кант ухватил понятие очень важное для науки в том числе для современной науки второе понятие очень важное для нас это ноумен но это очень просто я быстро ноумен есть в положительном смысле и в отрицательном смысле ноумен я думаю слышали все ноумен вводится как противопоставление феномен 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 это то что вот есть а ноумен это чисто постигаемое понятие и поскольку не признают интеллектуальную интуицию ноуменальное понятие не имеет под собой никакого основания можно различать ноумен положительный смысл и ноумен в отрицательном смысле в отрицательном смысле это чисто проблематизация возможности интеллектуальной интуиции это само по себе лишь вопрос о возможности существования вещей в себе или вещей самих по себе независимых от нашего чувственного социализма то есть ноумен как один большой вопрос мы ничего не знаем это ноумен в отрицательном смысле но поскольку это чисто мыстегаем понятие которое с чувственностью не имеют в чувственности никаких оснований то мы можем его естественно нагружать любым содержанием да в том числе ну абсолютно любым просто это будет малозначимо то есть абсолютно незначимо это содержание которое мы ему придали вот поэтому происходит большая путаница когда Кант трансцентрентальный объект называет то новым то во первом а в первом издании он пишет что трансцентрентальный объект нельзя считать новым но действительно в одном смысле разумеется трансцентрентальный объект это не нового потому что то что полагается в нашем бытии есть прямо с нами с другой стороны это чисто истекаемо такое понятие и мы можем его нагружать смыслом причин вот мы его нагружаем это положительном смысле нового причина явления так причина существующая или несуществующая ну все что в нашем мире это существует значит новым тоже существует новым это чистая абстракция ну а как по чистой абстракциям может быть причиной явления трансцендентальный объект которого нет это чисто он постигаем понятие то есть новым и трансцендентальный мы считаем просто положили что это причина это новым в положительном смысле потому что мы ему некую положительность придали это не новым в отрицательном смысле новым отличие трансцендентального объекта от вещи в себе про вещи в себе мы ничего не знаем и знать в принципе не мы знаем что его нет это наше придумка и придумано для Ничего, чтобы нам было проще. А просто объекты есть, не трансцендентальные, а просто объекты? Да. У вас не очень понятно, в чем разница между трансцендентальным объектом и просто объектом? Объясняю. Эмпирически. Что такое объект, Кант? Объект – это все, что предполагается в слово «убъект». Сознание. Объект – то, что предполагается в «убъект». Сознание. А то вот все в сознании. А не моему собственному. Есть вещи сами для себя, а есть просто вещи. Вот просто вещи в явлении есть или нет? Все есть представление. Это часто для меня, разумеется, объект. Вообще. Но это вообще понятие объекта. А предметом чаще всего он называет то, что… Представление тоже опять. Ну, разумеется, да. Но то, что уже осмыслено. То, что воспринимается предметно. То есть как целокопность свойств. Да? Вот это я называю чашкой, да? Не нечто. Объект – не как-то нечто. Предмет – это то, что предсознание. Предмет – я воспринимаю. Это объект. Да. Предмет – это то, что предсознание. Хорошо. А что такое трансцендентальный объект теперь, соотносительно к нему? То есть все понятия надо вводить соотносительно, потому что понятно, как это было. Я понял, хорошо. Как раз трансцендентальным объектом казалось бы просто. У тебя есть такая опция в сознании, которая называется причинность. Нет, трансцендентальный объект, когда мы смотрим на эту чашку и знаем, что это не чаша. Ну, она есть. То есть ее не касалось бы немножко… На чашке. Я хочу сказать то же самое, что ты, что когда у тебя есть некая форма причинности, и ты смотришь на чашку, и думаешь, что за ней это скрывается. Да. За ней скрывается вещь в себе. Давайте не путать его. Ну, по Александру получается, трансценденталь за чашкой Вещь в себе-то не есть. За ней скрываются объекты и нет. Значит, про вещь в себе думают, я рассказываю сейчас как-то, а не то, что считают трансцендентальный реализм. Трансцендентальный реалист, с чего я начал? Он считает, да, что вот чашка, а вот за ней скрывается вещь в себе. Вот это мое представление, на самом-то деле, это не кругленькое, а колечко вот такое, с дырочкой. Вот что считает трансцендентальный реалист. Но вот так не считает Канн. Ну, конечно, нет, но… Канн считает, что вот у тебя, а вот… А вот этого нет у Канна. Понимаете? Канн говорит, ты можешь представить… Поскольку ты это представляешь… Вот ты в одном состоянии сейчас смотришь, у тебя фиолетовое. Утром-завтра проснешься, может быть там, и будет выглядеть зеленым. Ты же понимаешь, что это зависит от твоего предприятия. Так вот общую причину официрования тебя, ты, пожалуйста, вызывай трансцендентальный объект. А почему не так, что у синенького один трансцендентальный объект, у зелененького другой трансцендентальный объект? Да. И то и то причина. Нам же не важно. Да. Поэтому трансцендентальный объект… В этом объектах нет никакой объектной данности, нет определенности. Правильно. Как я говорил, это… Абсолютно. Поэтому… Да, да. Что-то причина явлений вообще. Вот некое обозначает x, равняется… То есть причина, которая не существует, как-то… Да, да. То есть она наоборот. То есть вы из канта кого делаете там? Это… Софиста какого-то. Есть причина, не существующая причина. И она почему-то является… Нет, подождите. Кого делает из канта, по-моему, это не очень важно. А мне другая сторона здесь тогда беспокоит. Если трансцендентальный объект является настоящим предметом науки… Не является он настоящим предметом науки. Ну, вот… Да. Я хочу сказать, что вряд ли он им является, потому что он пустой. Он содержательно пустой. Он содержательно пустой. Там… И же же к трансцендентальному объекту канта не имеет никакого отношения. Еще раз. Ну, я же вот с муравейниками и глибинцами объяснял, да? Этот трансцендентальный объект как причина явления вообще. Да. Это можно сказать, что это объект науки. Но это… Канда даже и различие такое проводит. Объект – объект – это вообще. А есть еще предмет. Вот… В науке обычно оперируют понятием предмет. То есть в некой предметной области, да, получено на основе эксперимента понятие о предмете. Оно конкретно, да? Вот. Я описываю конкретно вот фиолетовый мячик с пупырышками. Вот. Это предмет. И одновременно объект. Ну, да. Одновременно вот, если я буду исследовать, это будет мой предмет науки. Да. Так. А трансцендентальный предмет не имеет ни всех этих замечательных качеств? Он не является предметом. Он обладает просто статусом некой абстрактной причины и предельно неконкретной. Да. Потом принципиально он неконкретный. В этом смысле он не может являться предметом какой-либо науки. Да. Наука не может его изучать, потому что наука изучает свойства… Ну, я не сказал, что наука изучает трансцендентальный объект. Да. Она изучает предмет. Да. Но мнит, что она изучает трансцендентальный объект. Но мнит, что вот за этой конкретикой есть причина, сущность, да, вообще. Да. То есть трансцендентальный объект – это некая необходимая мнимость. Необходимая мнимость. Да. Необходимая мнимость. Необходимая мнимость. В биологии к муравейнику он не имеет никакого отношения. Вот так изучать контексты все какие могут быть. Вот я же приводил… Даже контекстов нету. Я приводил в прошлый раз пример с геном, да. Вот, казалось бы, куда конкретнее. Но минимум десяток раз за, там, сто лет менялось представление о том, что такое ген. И не только представление, а реально, вот, так сказать… Так вот, физическое благо тоже, да. Вот здесь конкретный пример геном. Объект как бы… Трансцендентальный объект. За муравьем есть трансцендентальный объект. За геном есть трансцендентальный объект. За всеми есть какие-то внешние силы. То есть форма внешности или… Откуда сам термин «трансцендентальный» сгибился? Она тут возникает. Ну, ни муравейник, ни ген, ни что-либо еще, к этому не имеет никакого… Причина того, что вот он фиолетовый – это и есть вот этот вот трансцендентальный объект. Мнимый. Каждый. Да. Он на самом деле фиолетовый. И Кант, я хочу это подчеркнуть, Кант четко, абсолютно ясно пишет, что, ребята, это для вашего удобства. Что на самом деле никакого дрансцендентального объекта нет. А все есть ваше представление. Я не понял. Так все-таки, если все есть наше представление, чем Кант от Беркли отличается? У Беркли так и есть. Все есть наше представление. И что? Зачем нужен Кант, когда Беркли все сказал? В чем разница-то? У вас получается, что есть причина, несуществующая причина, существующая явление? В чем разница будет ясно? Это же множество. А приороны необходимые. Я понимаю, что очень сложно. Прямо необходимо. Понимаете? Просто есть большая разница, у Кант есть материя. Понимаете, она есть. Материя, это что такое? Я отвечу. А у Беркли материи нет. В этом разница? Он сам себе отвечает. Он уже отвечает сам. Да я не сам себе отвечаю. Но у вас же получается, если материя есть, то это… Поэтому Александр различает вещь в себе от трансцендентального объекта. Действительно, вещь в себе есть не что иное, как некая праматерия. Ну, материя даже, можно сказать. Вот. А трансцендентальный объект – это попытка, необходимая наша попытка, применить понятие причинности в окружающем мир. А вещь в себе не является, не фиксирует наши чувства на причину? Афиксирует. Вещь в себе афиксирует наши чувства. И это и является понятием причины? Нет. А трансцендентальный объект является некое необходимое нечто, которое при восприятии нами любого сложного предмета стоит за ней. Вот так. Некая необходимая мнимость. В этом смысле. Она как необходимая мнимость и как некая внешняя тотальность, вещь в себе, получается, выступает в качестве внешней тотальности, они друг другу противопостоят. Получается, что мы два эти понятия различили. Трансцендентальный объект и некую тотальность или материю. Или вещь в себе. Так оказалось бы. Ну, с одной стороны, я это хорошо сказал, но, на самом деле, неправильно. Вещь в себе не официрует никого. Все-таки не официрует. То есть, все-таки Беркин. Да. Все же Беркин. Вот это разница. Ну, скажите, почему? Это понятно, но ведь казалось бы, есть буквально дословно, или Фикт неправильно понимает Кант, он его разжелкал. Вот все время говорили о красном, о сине. Это то самое красное, которое, оприорная форма внешнего чувства, то есть пространство воспространяет по некой повещанности. То есть, я про НОМ специально сказал. НОМ, в основном смысле, это чисто при политизации. Мы про вещь в себе. Вот на этом этапе нашего разговора ничего сказать не можем. Вообще ничего. Абсолютно. Вот это вещь в себе. Это НОМ. Теперь давайте рассуждать. Если мы ничего не можем сказать. Можем ли мы говорить одна вещь в себе, там скрывается за это другая вещь в себе. То есть, могут ли быть у нас много маленьких НОМ? Можем ли мы использовать понятие многих маленьких НОМ? Ответ естественный. Разумеется, нет. А почему нет, если каждая душа является вещью в себе? И, вроде бы, людей много, значит много и НОМ. Людей много. Ну, значит НОМ много. Потому что каждая душа является НОМ. На это есть ответ текстуальный. Ответ есть очень простой. Много, да, людей. Значит и НОМ много. Потому что каждый человек это отдельный НОМ. А может это не так? Откуда вы делаете что-то? Ну, душа, не познаваем. Душа есть вещь в себе. Я же уже предлагал. Душа есть вещь в себе. Ну да, это условно. Почему ты считаешь, что душа, она абсолютно вот некая такая отдельная сущность? А почему не представляете, как и древние это делали? Что есть единая мировая душа. Единая мировая душа. А это ничего не меняет. У нас получается, что вещь в себе это все. Отдай в себе и их сто, это ничего не меняет. Это одно и то же. У нас может быть так, что... У нас вопрос не может быть даже поставлен. Потому как... А вещи в себе вообще ничего нельзя сказать? Да, но с другой стороны... Ну, откуда она вообще в принципе появляется? С другой стороны, здесь правильно было записано, что Кант отличается от Беркли. Это означает, что для него некая отчетойность просто на сознание. Вот именно красная как таковое, синяя как таковое, громкая как таковое и все прочее. Это вещи, штуки, которые для Канта просто на сознание. В этом смысле можно сказать, что за них отличается так называемая вещь в себе. Он действительно не Беркли. Это вот такая кантовская философия, за что его без конца критикуют. Потому что он, на самом деле, великий дуалист. У него почти все берется из сознания, но очень многое из мира. То есть мир, в любом случае, предпослан. Красная или качество таковое, или громкое. И Канта предпосла на само восприятие сознания. Так ведь, да? То есть все-таки не Беркли. Это не Беркли, но это Матрица. Просто Меркли до Матрицы еще не дошел. Беркли – это пустой селепсизм. Беркли различал идеи Бога и идеи человека. Вот и вся разность. В чем опять идея Матрицы? Я опять возвращаюсь к тому, что за нашей действительностью предметно оформленной есть другая предметно оформленная сложная действительность. Но вот это вот окажется не у Беркли, не у Канта, ни у одного философа. Потому что если ты живешь в одной предметно оформленной действительности, то никакой у тебя за спиной, за ней, вот этих самых с трубочками лежащих где-то там в саркофагах народа нету. Нету. Ну разве нельзя это предположить? Ну предположить-то можно, но смысл такого предположения? Оно и у Канта не является необходимым. Не является она необходимым. Что нет? А, точнее оно является. Само представление как некая фантазия, как некая навесчивость. А Матрица, да. С точки зрения Канта, вот если Канта уже психоаналитически трактовать, она, конечно, необходима. Если ты живешь в мире Канта, то Матрица тебя будет сопровождать как некая навесчивость, как некий кошмар. Это так, безусловно. Да. Ноумен – это очень близко к непостижимому реальному лакам. Вот это и есть ноум. Ноумен… Ноумен – это просто иное слово для «вещи в себе». Да. Ноумен – это иное слово для «вещи в себе». Однозначно. Если мы просто научились различить трансцендентальный объект от «вещи в себе», может мы научимся еще ноумен отличить от всего этого? Будут какие-то версии по этому поводу? От чего? А ты трансцендентальный объект с одной стороны, с другой стороны от «вещи в себе»? Или их нельзя отличить? От «вещи в себе» их отличить нельзя. Ну как? Давай… Или нет, просто я не знаю… Ноумен – это «вещи в себе» – это то, что… Может, я знаю какие-то? За пределами. Ноумен – за пределами. А трансцендентальный объект – это то, что полагается нам здесь, в наших пределах. Это то, что мы полагаем. Это наше измышление для этого мира. А «ноум» – это наше измышление для другого мира. А число не является «ноуменом»? Число, например? Позвалось бы, является, да? Для другого – для какого? А? Для другого – для какого? Не нашего. Ну, мы не можем сказать, что… Подожди. Кто «канта» читал? «Вещи в себе» находятся в порядке этого бытия. Не является, да? А что является? Что является «ноуменом»? Да, непонятно. Ну, мы же тоже не познаваем, как «вещи в себе». Что же можно сказать? Нет, нет, нет. Тут история какая. Я просто… Я сейчас могу включиться, но я в этих пунктах, как раз в этих частностях, с «Айсадом» расхожусь. Поэтому я сейчас… Там сейчас интересно говорят. Пожалуйста, просто… Только не надо. Потому что… Потому что они сошлись, что «ноумен вещи в себе». Мы уже в прошлый раз это все проходили. Нет. И, собственно… Тут, на самом деле, что интересного? Говорить об одном одном? Ну, что… Смотрите, «вещи в себе» возникают в месте, где обсуждается созерцание, да? И, естественным образом, когда явление созерцания противопоставляется чему-то, как бы, то, как существует само по себе, да? Возникает «вещь в себе». То есть, есть «вещь», которая в явлении дана, есть «вещь», как она сама по себе существует. То есть, слово, на самом деле, добавка «сама по себе» – это просто способ, как бы, обсуждения того, как мир существует… или как вещи существуют обособлено, от способа, каким мы их постигаем, да? Это вот одно рассуждение. А «ноумен» возникает в другом месте, да, когда вопрос связан с тем, каким образом применяется категория рассудка. Тут в чем проблематика-то состоит? Почему-то у Канта создалось впечатление, на самом деле, что вот наше созерцание, оно какое-то неполноценное. И что должно быть какое-то, возможно, мыслить какое-то другое созерцание, да? Которое является полноценное, которое постигает то, как на самом деле, то, как вещи сами по себе существуют, без того, чтобы привносить в них какие-то свои… какую-то свою активность. Да. Это у него пунктик, у Канта. Да. Но почему это созерцание сразу становится интеллектуальным – непонятно. Почему, как бы, если чувственное, то сразу есть какой-то… Сверхчувственное. Да. Греха, а почему-то должно быть как бы сверхчувственным, и почему-то всегда сверхчувственное является мыслимым. Почему мыслимым? Почему не может быть сверхчувственным таким, чтобы не быть одновременно мыслимым? Но, тем не менее, сверхчувствуемым. Отлично. И вот к этому мы через один путь подойдем. Я просто сейчас хочу подвести человеку по тому же, о чем мы уже говорили еще и после, раз я практически повторился, и сказать пару слов, собственно, вот о Кантовской матрице, как мы ее сейчас тут все вместе представляем. Значит, это представление о матрице основано вот на этом вопросе, который очень часто спрашивают, а что же официрует наши чувства, если все есть представление. Но представление об официровании мы привносим в наше рассуждение о номине или о вещи в себе из этой нашей действительности. Точно так же, как и представление причинности. Вот все отсюда. Одно непонятно. Вы критикуете Канта или излагаете Канта? Просто индустанция пишет, что вы Канта как бы критикуете. Что у Канта получается, что есть какие-то причины, которых не существует, которые нас официруют. Но это как бы нонсенс какой-то. Как это не существующее является причиной существующего. Это нонсенс для любого философа. Начиная там... А вы как бы критикуете Канта и говорите, что вроде ли этого не существует. Я не восхищаюсь. Человек первый придумал матрицу. Понимаешь? Я хочу это показать. А вы никак это не можете воспринять. Не можем. Мы можем предположить, что вот номинальный мир, какой-то интеллигибельный мир, он какой-то там другой. Почему? Это же можно предположить. Ну хорошо. Нету такого мира. А это вот не факт. Это понятно, что его нету. Мир, который постигает интеллигольный турист. Влад предлагает его представить. Конечно, его нету. Это понятно, да. Это не согласно Канту. Согласно просто... Кант вообще... Подождите, давайте так. Кант предполагает, что какие-то другие существа, я не знаю, какие там, инопланетяне, кто там они, у которых... Нет. Это содержание иное, нечувственное какое-то. И уж они-то вещи постигают так, как они есть на самом деле. Это наши фантазии. И у Канта точно так же есть эти фантазии. Оно ничего знать не может. Ну, это принципиальное положение Канта. Все эти рассуждения об иных мыслящих существах, не таких, как люди, они относятся к тому же ряду. К какому относятся все эти пассажи, с которых начинается этот кусок о феноменах иноуменов? Когда он на протяжении двух страниц говорит о том, что мы находимся... Мы, наконец, нашли твердую почву для познания, этот остров, который единственно познаваемый. И вот теперь наша задача в том, чтобы очертить границу этого самого острова наиболее понятным образом. Вот вся эта лирика, это того же порядка разговора... Ну, действительно, это просто фигуры речи. Это дань культурной ситуации, в которой он это писал. И ничего укрой. Ну, ладно, ладно. Я к этому хорошо. Очень хорошее замечание. Ты дальше увидишь, насколько ты не прав. Прошу. Прошу тебе. Вы мне даете подвести черту. Да, это да. Почему это так трудно воспринимается? Да потому, что вы живете в Матрице, по Канте, да? Естественно. Но, когда вам говорят, что все есть явление, это не укладывается в голову. А с этим никто не спорит. Понимаете? Нет, с этим никто не спорит. Поэтому очень трудно, допустим, воспринять. Все есть в философии. Подождите, что все есть явление... Ну, я говорю о философском концепте. Подождите. Сказать, что все есть явление, и сказать, что все есть представление, это разное. Потому что представление, это мое. Это тонкость. Главное, что не то, не другое, не есть Матрица. Вот и все. Я сейчас обсуждаю Канповский концепт. На ноте это чрезвычайно строки философских концепт. И технически сложная конструкция. Она зиждется на априорности чувственно-экологических форм, что само по себе может быть повернуто сомнению. Но если эти основоположения принять, то Матрица изнутри, вот отсюда, неопровержима. В этом величие Канта. А всякие попытки чего-то там внутри подкрутить, как делают трансментальные реалисты, выглядит жалко. И вот далее я вам покажу это очень четко, мне кажется. И еще последнее, надо что подчеркнуть. По своей природе, как привяжет Канта, человек не только феномен, но для себя, да, и для других тем более. Он науменален. Он вещь себе. Он трансцендентальный субъект. То есть тем самым человек крепко-накрепко встроен в Матрицу, как ее линия. Итак, есть мир представлений, и мы в этом мире, и мы имеем представление о нечто, о ноуме. Можем ли мы строить гипотезы о том, каков ноум, какова эта Матрица или нет? Я утверждаю, что можем. Почему? Потому что мы должны же получать сигналы Материи и Чувств. Должны. Мы должны же думать о том, откуда у нас априорные формы, восприемники Материи и Чувств. Должны об этом думать. Откуда у нас априорные категории, кем заложены. У нас нет другой причины, кроме нового. Все оттуда. А если так, мы можем... Подождите, априорные формы тоже ноумен заложил? А кто? По-моему, Кант никак это не обсуждает. Да, это точно Кант, такой вопрос. Ну хорошо, это не Кант. Кант можно понять почему. Подождите, вы хотите, я такой слушаю вас, вы хотите ноумен привести к Богу, я так понял, абсолютно. У вас ноумен, это иной... Это не я, это Кант сделает. Просто одним из ноуменов может быть Бог, но ноумен является, ну не знаю. Вещь в себе является ноумен. Ну ладно, давайте послушаем просто я по его... А вот еще и еще последнее замечание перед тем, как я и тексту существу. Итак, нет у Канта такого объективного источника явления, как вещь в себе. Вещь в себе это не вещь ни в каком смысле. У нее смысл совершенно другой. Зачем? Вот спрашивают. Кант так много и посылает вещи в себе. Но ему нужно было людям объяснить. Он объяснял. Но если он скажет, что вы, ребята, живете в матрице, кто бы его стал слушать? И кто бы его слушать не стал? Это педагогический смысл. И гуманитарно естественно. Что бы с ним сделали эти бергеры? Сожгли бы на костре. Да. А он был умный человек. Это нельзя отрицать. Итак, я придумал еще два аргумента. Мы переходим уже ко второй части. Первый аргумент касается схемы. Но я просто чувствую, что мы не успеем. Поэтому я предлагаю это технически сложный момент. Это особо не обсуждать про схему. Просто намек. Значит, материя о схеме. Вы писаете, что такое схема? Схема это вот то, благодаря чему мы видим то, что видим по Канг. Материя, пишет Кант, означает определяемое вообще. А его определение это форма. То есть материя это для сознания ничто. Мы материю сразу же обсуждаем. Материя это вообще-то ощущение по Кангу, да? Мы определяем ее, да. Определяем. Конечно. Форма пространства определяет материю. И медный шаг становится аж. То есть ощущение сами по себе ничто. Хотя мы легко ощущаем без относительно всяких форм. Нет, нет, нет. Было. Наши формы чувства уже есть формы. Знаешь, Кант, вот то, что я прочитал, слова Канта, да? Что касается материи, он пишет об этом много и по-разному. Как, допустим, неоднородность явлений, да? Да. Он очень часто употребляет такой термин, как материя чувств. Да. Но, казалось бы, если чувств, то у нас уже есть априорная форма. То есть это уже схвачено. Тут особой строгости у Канта нет. Но мы же можем сделать один логический ход. Можем. И можем это все рассмотреть. Значит, материя... То есть материя – это ничто. Ну... Не просто что интересного... Я так нельзя сказать. Нет. Прямым образом ведете к Беркли. Ведь у Беркли точно так же получается, что есть Бог, да? Который дает все нам представления. Именно Бог. Да. Я тебе объясню, почему... Ну, Кант же не так говорили. Подождите. Подождите. Бог... Еще раз. Мы с ними говорим. О Бога не говорим. О Бога не говорим. С Беркли тем более. Что бы не считать... Да. Значит, сознание встречает материю чувств уже форматированное в виде. В пространственной и временной форме. Да. Да. И стало быть, у Канта вещь становится в форме. И никак иначе. Хорошо. Вот. А видим вещи мы благодаря способности воображения, да? Только не вечная становится в форме, а материя становится в форме. Потому что вещи-то нечто формное. Материя, да. Ну, можно... Почему? Можно питать. Да. Ну, короче... Ну, знаете, господа... Все же... Я просто сошлюсь тут на парочку авторитетов. Да давайте не будем разбирать эту систему. Или, если будет желание, мы ее разберем потом. Иначе мы не успеем. Значит, без книжки Озермана. Если некоторые положения критики Чистого Разума и Росатома Пролегоменов допускали возможность осматривать вещи в себе как реальные предметы окружающей нас действительности, да, то учение о схематизме фактически исключает такую постановку вопроса. Доводя до крайней точки субъективно-идолистическое истолкование от ребят внешнего мира, и сводя вещь в себе к одному лишь сверхчувственному, трансцендентному. То есть, все вещь в себе, вот в форме творится здесь. Естественно, какая-то прет материя из нового. Да. Источник материи. Дело бы я не согласен, что априорно, у Канта априорно не только категория разума, и чувственная форма. Но... А приорно? А эмпирическое-то что-нибудь не есть вообще? А что ты соглашаешься об этом? Апостериорное что-нибудь не есть? Такое инцидентальное единство абецепции – это тоже априорно. Хорошо, апостериорное есть апостериорное? Если есть априорное, значит, должно быть апостериорное. Потому что, если все априорное, то тогда бессмысленный термин. Его выбросили и все. Потому что все равно априорное. А апостериорное – это вот те образы представления и понятия, которые ты имеешь. Здесь важно подчеркнуть, что вот многие считают почему-то, меня это самому удивляет, что вот представление о схеме Канта нужно для того, чтобы объяснить, как образуются понятия. На самом деле, как-то нет. Конечно, конечно. Схема нужна для того, чтобы показать, как понятия применяются в отношении к объектам созерцания. Все. Схема – это способ соединения созерцания и понятия. Как понятие накладывается на созерцание. Вот что такое схема. Без схемы просто хотели… То есть, нам нужен способ, каким образом мы подводим понятия… Но это не право. Схема нужна для того, чтобы вообще ты чего-то видел. Иначе ты будешь, как баран, смотреть на новые обороты и ничего не видеть. Я что-то зачитаю с центра теории предложения. Схема чувственных понятий, как фигур, пространство, есть продукт, как бы монограмма чистых особенностей воображения априори. Прежде всего, благодаря схеме, сообразно ей становятся возможными образы. Прямая сантата из канта, и по многике получается вот так. Итак, схема нужна для того, чтобы были предметы. Вот здесь вот. А не просто нечто, как явление. Неопределённые предметы эмпирического созерцания называются явлением по канту. Неопределённые. Неопределённые. Это что значит только? Объясните. Это вы как баран стоите, смотришь и не понимаешь, что это. Ну не понимаешь. Ну ты что-то видишь? Там, условно говоря, красное, чёрное, тёплое. Ты чувствуешь тёплое там. Можно слышать, что ты что-то видишь? Нет, ну вот. В том-то искусстве. Это неопределённые, да, вот. Это как это, вот, это самое. Бытие ощущаешь. Давность. Ну, смотрите, можно ведь... Это вопрос, по-моему, совсем частный. Что ты видишь, если у тебя не функционирует схематизм рассудка. Но на этот вопрос можно ответить всё-таки, на мой взгляд. Потому что формы чувственности, они функционируют вне зависимости от схематизма рассудка. Правильно. Таким образом, таким образом, пространственную и временной определённости ты будешь фиксировать. Да. Ты будешь фиксировать перед, слева, справа, вчера, сегодня и так далее. То есть, у тебя эти чувственные данные, неважно откуда они взялись. Из вещи в себе, из лобина, из брюхо-кита. Неважно. Вот они откуда-то берутся. Просто ты их получаешь и оформляешь. Если у тебя не работает схематизм, то ты просто будешь видеть цветовые пятна, упорядоченные в пространстве и во времени. Но у тебя не будет никакого смысла этим пятнам. У тебя не будет причинно-следственных отношений между этими пятнами. Ничего у тебя не будет, кроме просто самую лёгкую упорядоченность. Да, но тем не менее будет предмет в пространстве и во времени. Ну, да. Ну, вот было от этой грусти. А об этом я говорю, я не больше ничего. Ничего большего я не говорил. Он просто будет, а не ни что. Да и будет. Насколько? 500 лет назад. Если у тебя нет представления об этом предмете, то ты будешь сам предмет. А вот пятна будут. Если никаких схемы нет. Не будет самому ничего. Ни в пространстве не будет, ни во времени расположены. Потому что категория бытия и категория данности, это тоже раз. Рассудочные категории. Конечно. А если мы отвечаем на вопрос, что отключен схематизм, рассудка отключен, то тогда ничего этого не будет. Поэтому предмета, вообще говоря, нет. Ты не сможешь сказать, что предмет есть. Ты вообще не можешь говорить. Но восприятие есть. Ты наблюдаешь цветовые пятна. Ты не можешь наблюдать. Говорить о наблюдении невозможно. И будешь этим предметом? Ну, Бога ради. Но главное, что эти цветовые пятна меня, как наблюдатель, не понимают. Ты сам будешь вещевывать. Совершенно верно. Совершенно верно. Я не буду обладать никакими единственными перцепциями, естественно. Потому что это вообще после схематизма. На здоровье. Ничего этого нет. Но тем не менее, вот те цветовые пятна, я буду находиться в опыте этих цветовых пятен, который будет упорядочен. По поводу этого опыта нельзя сказать, что он предмет или что он есть. Просто потому, что нет таких понятий, нет таких категорий. Но сам опыт – это не хаос, да, это не ничто. Это все-таки вот цветовые пятна упорядоченные. Но тем не менее, вот этот пригляд получается из этих пятен благодаря априорной способности воображения. Вот что я хотел подчеркнуть. Да. С этим все согласны. Просто нам надо важно понять, откуда эти пятна взялись. И сразу установить все эти разговоры. Да, ладно, ладно. Тут уже нечего дальше уточнять. Потому что историю оттуда, откуда взялись чувственная материя, мы пока отодвигаем в сторону. Просто вот она присутствует. Она упорядочена и смонтирована этим самым схематизмом рассудка. С этим мы все согласны. Хорошо. Априор. Априор. Ну. Трансанитальный. Трансанитальный. То есть очень много априорного у нас, чтобы говорить о том, что, ну ладно, человек в себе. Итак, переходим к последнему. Прерывы делать не будем? Нет. Итак, трансанитальный идеал, как выражение необходимости идеи Номена. Вещи в себе или в другом. Это то, что тебя уновало. Как известно, для критический период Канты было предложено довольно оригинальное доказательство бытия Бога, основанное на анализе категории возможности. Возможности мысливой вещи быть в реальности, в действительности. Да. И это Канковское доказательство можно свести к элементарным утверждениям. Естественно, по этому поводу Канты написано, по крайней мере, две, а то некоторые относятся там три статьи. В докритический период, да. Они изысканы, сложны. Вот. Но я свожу это доказательство к одному предложению и не смею верить, что это все сделано один факт. Итак, это элементарное утверждение звучит следующим образом. Чтобы говорить о возможности существования чего-то мысленного в реальности, необходимо, прежде всего, признать эту реальность. Действительно. Если угодно. Еще раз. Я сейчас обязательно прочитаю еще раз, только хочу прочитать, что это семья признается оригинальное доказательство. Это не то, что Ансель, попозже я могу напомнить доказательство Ансельма, Декарта, формулировки, это оригинальное доказательство. И это то, что очень заботило Карта. И после чего он как бы считается, что вот эти свои ранние измышления отложил в сторону и написал критику чистого разума. На самом деле, я утверждаю, что это все критика чистого разума вытекает вот из этих основополагающих для Канта размышлений. Итак, я повторяю. Чтобы говорить о возможности существования чего-то мыслимого в реальности, необходимо, прежде всего, признать эту реальность. Действительно. То есть, Кант, прежде всего, задается вопросом, отвечает ли наша мысль чему-то, что само по себе не является человеческой мыслью. То есть, он спрашивает, не ведет ли наша мысль диалог с чем-то иным и в отношении мысли реальным. Такое обстояние дел могло бы служить оправданием человеческого мышления как таковому, с одной стороны. А в этом ином можно было бы искать основания для содержания человеческой мысли как соответствующего реальности. Так вот, на этот вопрос Кант дает отвратительный ответ. Ведь если не будет иной реальности, кроме мышления, кроме бытия мышления, то тогда исчезнет возможность как таковая, пишет Кант. Право, всякую мысль можно отнести к трем категориям. Первая – чушь или фантазия. Вторая – мысль имеет отношение к реальности. И третья – мысль имеет отношение к тому, что является следствием реальности. И если мы убираем реальность, аналогично остаемся в мире абсолютно невозможности. Наедине от беспощиных фантазий. То есть, он доказал, что реальность есть. Хорошо. А как тут Богу-то? И нам останется лишь грустная доля упорядочивания наших фантазий. Например, возводя для себя виртуальные миры на основе произвольных аксиоматик. Это, на самом деле, критика Берклина. Он доказывает, что реальность есть. С ним противоречиваются. Доказал, а причем есть Бог-то? Ну, это альтернатива Камп отвергает. Почему без Бог? Ну, потому что под реальностью, вот в моей формулировке здесь можно понимать нереальность вообще, а, скажем, некий регион-бытие. Тогда возникает нужда в понятии самой общей или истинной самой общей реальности, да? Сказать, наивысшего бытия. Нет, простите, это же разные вещи. Одно тело – это реальность, а другой – регион бытия. Ведь из построения Канта, который нам бы у вас произвели, существование некого другого региона бытия вовсе не следует. Из него следует существование реальности. Поэтому это не одно и то же. Нельзя назвать вот реальность, но регион другим регионом бытия. Самым общим. Ну, что даже самым общим-то? Потому что другой регион бытия – это штука, которая содержательным образом отличается от нашего региона бытия. А реальность от нашего фантазма отличается, в первую очередь, формально, а не содержательно. И это доказывает тут наше воспроизведение. Ну что, вполне доказывает? Да, то есть, если бы реальности не было, то все было произволом. Но вот все не произвол, значит, реальность есть. Но от этого, что реальность является регионом бытия, вовсе не следует. То есть, даже нельзя так и положить. Как-то наивысшая реальность – это Бог. Никакой одержательности от реальности речи идти не может. Потому что бытие взаим – это я даю определение бытия кампусской, да. И надо сказать, что это определение придерживается все время – и в критике, и до критики. Бытие взаим не есть реальный кредикат. Иными словами, оно не есть понятие о чем-то таком, что могло бы быть прибавлено к понятию вещи. Оно есть только позиционирование, позиция, помогание вещи. Но это значит… Или некоторых определение само по себе. Критика онтологического доказательства. Логическое употребление – оно лишь в связках обсуждения. Это критика онтологического доказательства. То есть, если среди прочих предикатов мы находим предикат бытия, то отсюда не следует, что то, чему этот предикат предицируется, есть. И Бог у Канта определяется как существо, осуществляющее абсолютно плакание или самополакание. Ну да. То есть, вот ту реальность… То есть, это логическое доказательство у идея Божьего, да. Но Кант его хартикует. Он его критикует, потом снова критикует, критикует своей критики. Но тем не менее, да. Он его критикует. Парадокс Таталиев называется. Он критикует другого доказательства. Ну хорошо просто. Как бы, если мы действительно договорились, что реальность, реального отличия от реальности фантазма, отличается формальным образом, а несудивательным? Причем здесь матрица. Но, конечно, есть нормальная… Игорь, Игорь, что хочет сказать? Игорь хочет сказать, что, несмотря на то, что мы признаем то, что все оформление чувственного материала производится нами, формами чувств, схематизмом рассудка и так далее. Действительно, все это составляет из себя, если угодно, феномен. Все что угодно есть феномен, если я осознаю, что монтаж образа Саши произведен мною. Не он такой есть сам по себе. А я смонтировал этот образ из цветовых пятен, из звуков, запахов, из чего угодно. Из чего угодно идеального в том числе. В таком виде это феномен. Это феномен. Но то, что Кант аргументирует о том, что существует помимо реальности моих мыслимых конструктов, еще и реальность какая-то иная, означает только то, что вот этому конструкту может быть придан образ не только феномена, но и вещи. То есть это просто, не просто моя фантазия Саша, а это действительно, это реальная вещь Саши. Все. Этим актом я как бы отстраняюсь от того, что раньше признавал белым рук своих. Происходит такой вот акт отстранения. Вот что означает, на мой взгляд, и вроде бы… Игорь, например, ты не был, а? Нет, я другой. Ты другой. Да, но вот Игорь вроде бы с этим согласен. То есть, еще раз, когда Кант признает существование реальности помимо моего конструкта, он признает вот именно это. не то, что там за этим фантомом Саши прячется другой Саша настоящий. Нет. Вот этот самый фантом приобретает статус не фантома, а вещи. Как вещи себе-то есть за Сашей? Нет. По правде говоря, сам Кант несколько иначе поставлял акценты, чем я. Я старался максимально упростить. Я делал упор на нерадежность фантазии. Он про фантазии вообще ничего не пишет. А его плановала необходимость источника содержательности мысли. Вот этот вот Саша, да, откуда… Я бы зачитал. «Для того, чтобы какая-либо вещь стала возможной, должна действительно существовать реальность, сообразно которой эта вещь была бы всесторонне определена в своем понятии». Вот эта мысль исходна то, что двигало Кантом на протяжении, можно сказать, всей жизни. На мой взгляд. «Для того, чтобы мы всерьез могли воспринимать Сашу, мы должны быть уверены, что он в своем существе определен. Понимаешь, мы будем рассматривать, рассматривать Сашу, да? А потом ба-бах и тупик. Так мы уверены. И рассыпется, да? Так мы уверены. Как это? Я не понял. Я вообще запутался. Мы Кант обсуждаем. Мы обсуждаем то, как на самом деле обсуждаем. Или что-то еще другое? Мы обсуждаем сейчас Кант. Есть и Кант. Но понятие субъективизма – это по-вашему что такое? Вот есть объективность, да, вот есть субъективизм. Но субъективизм что означает? Не получится. Субъективизм. Ничто не побеждало тотально-искорной. Я от курильчика ушел. Нет, его субъективизм. Мы думали, что тотально-искорная. Мне кажется, у Александра же правильно сказано, что некий как бы потусторонний мир по отношению к явлениям есть. То есть это явление противостоять новым именам, или противостоять вещам себе, но в любом случае некое потустороннее есть, как бы ее не называть. Мы будем с этим спорить, что у Канта потустороннего нет по отношению к явлению? Да, будем спорить. Вот я вам привел совершенно четко, на мой взгляд, интерпретацию доказательства Канта, но слегка его упростил. Короткое предложение. Есть у нас альтернатива. Или фантазм, один только фантазм, или мы должны признать реальность. А мне бы сразу сказали, что это реальность, это одно, а Бог другое. Нет, это не одно. Потом, давай об этом не будем сейчас. Он логически четко, вот, от признательного реальности. При признании в реальности стоит некий формальный акт или содержательный? Формальный акт. Вот у меня есть альтернатива. Или фантазм, или реальность. Хорошо, это мой выбор, формальный сейчас. Но Кант обосновывает, почему ему нужна все же вот эта божественная реальность. Он обосновывает, это содержательное. Как потом выяснится, в общем-то, это не строго. Это можно оспорить. Понимаешь? Поэтому я об этом и не стал говорить. Но я подчеркиваю, что его волновало. Его волновало всю жизнь обоснованность вот содержательности нашей, да? Потому что если вот что-то есть, вы должны быть уверены, что это где-то в чем-то уже конечное определено. Иначе неизвестно, там, через год станет ясно, что мы занимаемся вообще то в той. Вообще это не жизнь, а июнь все страшно. То есть вы хотите сказать, что есть идеальный мир, в котором все завершено? Участительный мир. Вот есть мир нашего мышления, как он говорит, в эти мышления. И две возможности. Или этот током, этот мир фантазмом, да? И тогда мы будем просто его упорядочивать. Или там где-то есть другая истинная реальность. Не, она точно такая же. Не важно какая. Нет, это важно. Ну это уже плационизм какой-то пошел. Не, не, не. Идеальный какой-то мир. Если бы, если бы, если бы, если бы, если бы, мир раскалывался, что вот здесь Саша выглядит так, а в мире реально вообще, да, он просто шварцнекер у него там на посылках бегает, вот. Вот это вы пытаетесь нам сказать? Нет, я не пытаюсь этого сказать. Есть идеальное мышление бытие, а есть еще и действительность. Вот она. Все-таки разница чисто формальна. Вот об этом и рассуждает Кант. Такая это формальна или содержательна? Выбор у тебя есть. Или ты признаешь только мышление бытие, или ты признаешь еще реальность. Да, но между этими двумя выборами различие это формальна или содержательна? Ладно, я говорю, вопрос оставим. Кант считает, что содержательное в том доказательстве. Он доказывает это необходимостью определения понятия вещек полностью. Для него это содержательно, для меня не содержательно. И он потом понял, что на самом деле есть слабина в его доказательстве. Поэтому я его доказательство свел к одному предложению. Есть выбор. Или бытие мышления, или мы признаем реальность. Другую действительность. То есть нечто, что не есть наше бытие мышления. Вот альтернатива. Бытие мышления или мышление бытия. Да. Нет, в данном случае бытие мышления. Вот, понятная ситуация, да? И потом мы знаем, что Кант, да, и вот он как бы доказывает бытие Бога на этом основании. Он склоняется к тому, что есть реальность. И доказывает бытие Бога. Оригинальное доказательство. Сильное на самом деле доказательство. Однако в критике Кант признает зависимую реальность абсолютно непознаваемый ноумен. По крайней мере, как идею. Собственно, тогда отпадает нужда в конституирующем всякое бытие сущим. То есть если есть истинное бытие, то оно, божественное бытие, то оно конституирует, утверждает как бы все, все варианты иного бытия. А в критике этого нет. То есть Кант твердо занимает позицию рационализма. Я-мысль. Вот это положение, я-мысль, становится для него отправной точкой его рассуждений и одновременно наивысшим условием возможности мышления всего сущего. Не нуждающимся в ином основании. В результате рассуждений Кант тем не менее приходят понятия убогие, но лишь в трансцендентальном смысле. Как регулирующим принципием, регулирующим мышление принципием, но не конституирующим его. И вот этот момент фиксируем, и я утверждаю, что после сказанного, после всего этого говорить в контексте Канта о каких-то объективных вещах самим по себе является нонсенсом. Поскольку это подрывает основной мотив кантовской критики. Существовали бы вещи сами по себе, или вещи сами по себе в одном порядке, вот с нами бытия, тогда бы существовал бы у Канта и Бог. Понимаете, да? Или не понимаете? Так у Канта Бог существует или нет? У Канта в критике Бога нет. Да. Есть трансцендентальный идеал. С точки зрения теоретического разума, доказать существование Бога нельзя. Вот так он говорит. Но потом Бог появится в качестве необходимой сущности для того, чтобы обосновать практический градус. Да. Другими словами, значит, все подложу сейчас, кто подойдет. Считать, что вещи в себе существуют в одном с нами порядке бытия, а их непознаваемость, и есть лишь аспект некий, легко преодолеваемый их же превращением в вещи для нас, это значит признать конститутивную природу идею разума с необходимостью требующего вещи в себе. А наш разум требует идею вещи в себе. Слава Богу, в результате придется признать и Бога. А этого у Канта нет. Ну почему? В этике же есть у Канта Бога. Нету. У Канта нету. Нету, 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 нету. Он же этого ограничил разум для того, чтобы дать дорогу верить. Так он сам должен так высказываться. Да. Да. Так все-таки Бог у него есть? У него есть трансферентальное дело. Не доказуемый, пускай, в своем существовании, но он не есть. Это и есть тот один из новым. Да. Можно провести, то есть уравнять, в кавычках, новым, вещь в себе и мука естественную. То есть это вот представление о неком единстве. Только Бог не материален, а вещь в себе, она как бы материален, поэтому понятно. Это трансферентальное дело. Вот сейчас у меня была коробка. Вот так, если я ее сейчас найду. Бог чистому постигаемой сущности. Поэтому как бы приравнять ее, чтобы она там, вещь в себе, это полностью Бог, это неправильно. Вещь в себе возникает, это буквально в смысле как... Благодаря такому всеобладанию, реальности, понятие вещи самой по себе представляется как полностью определенное. А понятие некоторого энтос реалистами, то есть Бога, да, из понятия единичного существа. То есть он вот в этом одно предложение уравнивает. Так как из всех возможных, предположенных друг другу предекладов один, а именно тот, который, безусловно, при случае быть ее взаим, всегда находится в ее определении. Так что, к матрице поближе. У нас есть потусторонний мир, значит, да, в котором, по крайней мере, есть Бог. Трансферентальное дело. И это как бы есть мир, в котором, как бы, то, который дан непосредственно Богу, так как он сам по себе есть, да, это и есть вот этот вот истинный мир. И он противостоит нашему миру, да, миру явлений. Вот каков мир, мы знать не можем. Но у нас должен быть этот трансферентальный идеал, утверждает Камп. Но именно вот из тех же соображений, у него там летит на рассуждение, чтобы была определенная с понятия, конечно. Вот очень интересно разобрать, почему Камп отказался от первого догадства Бога и пришел на позицию рационализма. Во-первых, Камп ничего не доказал, и наверняка это скоро будет. Действительно, законной альтернативой Богу в его догадательстве является мир чистых фантазий, ни в чем не имеющих основания. Однако у Канта был в наличии один неубиваемый аргумент для поиска оснований содержательного мышления. Это аргумент от ощущения. Поэтому Камп решил в поисках оснований отказаться от услуг спекулятивного разума и попытался зайти с другой стороны, со стороны чувств. И таким образом ему удалось ограничить фантазии разума от объективных суждений строгими рамками опыта в данном. И все это у него с помощью Ноумена, который представляет из себя идеальное основание, с одной стороны, как для материи и чувств, а с другой стороны, для априорной категориальной сетки, в которую Камп заключил рассудок. Имеется в виду основание для априорной сетки в смысле того, что ее продуктивности, что как бы мы с помощью априорных понятий, что в результате познания с помощью априорных понятий, наше познание будет продуктивным всегда и до конца. И полностью. Вот смысл трансферентального идеала. В этом. То есть в единстве. В конечном единстве. То есть сразу может конституировать сущности, что ли? Тонкие идеалы, что это трансферентальный идеал. Это разум полагает себе этот трансферентальный идеал. Потом он говорит, что... Как единство. Он говорит, что все это либо ошибки паралогизма, либо иллюзии. Либо идеал без существования. Да. То есть... Технические... То есть основанием теоретическому разуму сам разум теоретический вот выдумывает, так сказать, идеал как себе основание. Но в дальнейшем... То есть трансферентальный идеал это основание антиротического разума. Ну а далее мы знаем, что Кант на антиротическом разум ставят вверху разум практически. Может, как бы я просто резюмирую? Значит, схема такая. Как бы есть Бог, да? Который нам не познаваем. Но он как бы официрует... Лучше говорить новым. Ну, новым, да. Как идеал. Он не познаваем, но он официрует наши чувства с одной стороны, с другой стороны является основанием... Ничего о нем знать не могут. Он является основанием всех наших априорных понятий, всех наших априорных форм. То есть он с одной стороны является... Вверху только с самого начала ты должен сказать, мы о нем ничего знать не можем. Ничего не знаем о нем. Вообще ничего не знаем. Это как идеал, трансферентальный идеал. То есть мы, на самом деле, в свое роде марионетки. Мы с одной стороны, со стороны опыта, официруемся новым, и с другой стороны, со стороны нашего сознания, все формы, какие у нас есть, априорные в виде понятий и созерцания все, они тоже из нового. Ноумен нам их определяет. И в этом состоит матрица. А мы просто как марионетки такие, замкнутые в круг, ноумен. Ноумен он и вовне, и внутри. Везде. Он все пронизывает. Вот таковы и ты. Да? Да, Балакаралов. Он издевается. Почему? Потому что ничего не издевается. Он Беркли. Он Беркли не сложил, потому что... Так это Беркли не есть. Нет, я его сложил Беркли. Беркли — это первый этап. Вот второе... Я не издеваюсь, почему? Просто это Беркли, да? Резюмировал. Вторая причина, почему Кант отказался от догадательства существования Бога. Дело в том, что догадательство существования Бога никак не обличает жизнь эмоционального человека. Вот эту возможную вторую причину отказа Канта мне подсказала книжка Казинок Коротани. Транскритика, транскритик, он Кант и Маркс. Вот. Это я идею почерпнул опору. Она базируется на следующей... Вот я своим словом пересказывал. Догадательство существования Бога никак реального жизни человека не обличает. Ну, доказали, а дальше что? Ибо не разрешает вечные вопросы, которые волнуют человека, которые Кантом отражены в облантиномии. То есть, Кант доказал существование Бога? У него уже даже в практическом разуме, он как бы необходимый... Я обсуждаю, почему Кант отказался от своего... Первая причина была, сейчас вторая причина. Очень интересно смотрят Коротани на этот вопрос. Значит, антиномия остается в любом случае. В то же время, религиозный долг заставляет человека становиться на чем-то одном. Просто в силу религиозных догматов, да? Бог-то, он доказал, что вообще некий Бог есть. Получается, что в этой ситуации, с одной стороны, происходит сдерживание неуемного стремления человека к истине, а с другой сохраняется невозможность достичь однозначности истины. А в ту пору противоречия рациональным человекам остро переживались весьма. Это Платон мог себе позволить там выпороть за противоречия на конечне. Вот. В эпоху рассвета рационализма, как это так, жить с противоречиями? Не, ну Канн же, да ты все противоречия разрешил же, антиномии же разрешены. Просто он указал на то, что противоречия возникают, если мы путаем, как бы, явление и мир, как он сам по себе, то есть, и наумины. Если мы по-разному относим, как бы, эти... Ну, что ли ты разрешил? И ту, и другую верно? Не, и та, и другая верно, да, но разрешение состоит в том, что если мы понимаем разницу между вещью в себе и явлением, то мы, как бы, можем развести каждое понимание в соответствии с тем, к чему оно относится, и тем самым противоречия снимаются. Противоречия-то же снимаются, ведь они же все сняты у Канта. Мы остановились на второе причине отказа Канта от своего доказательства. Пожалуй, я повторю само доказательство, а именно, чтобы говорить о возможности существования чего-то мысленного в реальности, необходимо, прежде всего, признать эту реальность действительной. И так, в конце концов, сам-то Кан понял, что он не доказал. Логически, с помощью своего разума, действительность реальности, отличная от реальности бытия и мышления. Ну, кроме того, вот если бы он доказал, да, эту реальность, то, очевидным образом, это никак не обличило бы жизнь рационального человека. Я все время подчеркиваю именно рационального человека, ибо это не разрешает вот эти вечные вопросы, которые у него все время возникают о мире в целом. Вот то, что, так сказать, Кан называет антиномием разума. И поэтому он кардинальным образом решает эту проблему. Да, значит, если он отказывается от доказательства бытия Бога, значит, мы остаемся в области фантазии. Это очень важно. Почему? Потому что Бог наумен, да? Да. Бог он. То есть реальности нет, получается? Да. Реальность, это истинная реальность, это трансцендентальный я. Без реальности. Да. То есть Кан убеждается, что невозможно доказать чувствование Бога, и в конце концов, результатом этих его размышлений является критика чистого разума, да? Где этот же самый Бог появляется в виде трансцендентального идеала. Это то, что мыслится. То, что разум считает необходимым себе положить, как основание познания. Итак, Кант кардинальным образом решает эту проблему, накладывая жесткие условия на человеческое познание, устанавливая ему границы, за которыми теоретически разум становится бессильным. В результате возникают антиномии разума, но уже они находят свое объяснение. То есть они существуют совершенно законно. Таким образом, Кант утвердил для рационального разума противоречие, как неустранимый факт его бытия. Тем самым он снял с него невроз и тревогу. Я до прерыва говорил, насколько важно, насколько остро переживалось противоречие в то время. Это не то, что там при Аплатоне или сейчас. Нам противоречие пофиг. Тому рациональному человеку, то есть в момент расцвета или становления рациональности, существование противоречия, это было дико. Это было очень некомфортно. Так вот, эту некомфортность Кант снял. Противоречие стало считаться нормальным. Это же совершенно разные ситуации. Одно дело, когда ты живешь и не знаешь, дурак ты или не дурак. Может, это только ты не понимаешь. То есть противоречия остались? Ну да, но они законно остались. Законным образом. То есть, вот ты не знаешь, у тебя возникает противоречие, ты не знаешь. Может быть, ты дурак, персонально. Но если тебе объяснили, что это нормально, ты себя чувствуешь совершенно по-другому. Если ты уверен, что противоречие – это неотъемлемый и совершенно нормальный атрибут твоей жизни. Вот. И я подхожу к выводу. Какой же вывод? Основной, мне кажется. Итак, Кант первым выявил ограниченность рационального познания. Не только в буквальном смысле. Как невозможность познания там вещи в себе или истинной реальности. Но что гораздо важнее в чисто логическом, как неизбежно продуцирующем противоречия в познании нашего мира в целом. Познание мира, полнота которого им полагается по умолчанию, основанное на амприорной, то есть аксиматической формалистике, чувственной и логической, не избавляет от противоречий. Естественно, ожидать, что с ходом прогресса в познании противоречия будут только накапливаться. И рано или поздно именно этот фактор мира для человека станет нестерпимым. Но если будет очень много противоречий. Сам факт существования создания человека. Хотя это будет считаться нормальным, казалось бы, но это уже будет напрягать. И первым на это дело обстоятельство обратил внимание Марс. Он это очень остро почувствовал. Нет, только Гигель, наверное, первое. Ну, провальный проект Гигеля я... Ну, он же как бы сказал, что разум позабил. Да, да. Разум не существует в противоречиях, и это нормально. Марс, как бы, конечно, тоже кому во вторую очередь. Нет, Марс первый. Гигель это провальный проект полностью. На мой взгляд. А Марс это... Очень даже здорово. Он предложил рационный способ решения проблемы. Не объяснять, а изменять мир. Вот. И, стало быть, программа Матрицы может быть создана. Отверждает Камп. Но она заведомо с багами. Что точно соответствует сценарию фильма, в котором верхние программеры, учитывая неизбытное стремление человека выйти за пределы, намеренно запрограммировали НЕО с дефектами, чтобы с ее помощью перезагрузить матрицу в срок. Однако, сам Кант не указал меру перезагрузки. Поэтому заслуга создания работающей рефлексивной матрицы рационального сознания, я все время подчеркиваю имена, именно рационального сознания, принадлежит Марксу. И в этом месте я делаю анонс. В следующий раз рефлексивная матрица Маркса. А с матрицей Канта, я считаю, закончили, но, естественно, можно. Есть еще многое обсудить. Ну, как-то Гегеля ущерпнули так, с легкой рукой. На самом деле, Маркс же что сделал, как он утверждает? Он взял и Гегеля поставил с головы на ногу. Фактически все, что он сделал. Ну, совершенно верно. Гегель увлекся детализацией внутренних механизмов развлечения и противоречия духа. То есть, Кант сказал, что все в духе. Нет, точно так же. Все в душе. Но он в каком смысле построил матрицу? Кант построил, так сказать, статическую матрицу. Он выяснил условия возможного данного положения вещей на его исторический момент. Условия выяснил. Вот существование нашего мира и некого колпака. Или нового. И он выяснил условия априорные, ведущие к этому. И следствие. То есть, то, что в этом познании у нас все равно будут оставаться противоречия. То есть, познание будет миром в целом противоречивым. Нам же хочется знать о мире в целом. А Гегель начал выяснять в духе движение внутренней духи. То есть, у него даже и вопроса не возникло о новом мире, о крыше. О втором этаже, куда нужно проникнуть. Мне вообще-то доказал, что Бог-то есть. Подожди. Когда познание у Дегля заканчивается, ну что, Бог, все? Нет никакого вывода. До дальнейшего. Поэтому проект провален, на мой взгляд. Не, ну как, ну Камп не мог в теоретическом разуме доказать существование Бога. А Гегель доказал, что Бог существует. Он считал, что онтологические доказательства никаким образом Камп не опровергнут. Но Бог существует в духе. Да, Бог и есть просто логика или там абсолютный дух. Да, да, да. Так это и есть Бог. Это правильно. Так это тотальность духа, это и есть Бог. Да, тотальность. У Гегеля одна тотальность. Вот что важно. Одна тотальность. Есть как бы одно сознание. И Гегель рассматривает нюансы развлечений внутри сознания. Как вот сознание может вращаться внутри себя. Сознание тоже точно. Отличным образом. Нет, ну, было. Ну, видите, что... Сознание Александра прозрачно. То есть, в его точке зрения получается так, что Гегель погружается, он не понимает вслед за Кампом, что существует помимо мира иллюзорного, мира фиктивного, мира мысли, иная реальность. Нет, Камп это понимает. Камп это понимает. Я говорю, а Гегель, в отличие от Канта, не понимает. И Гегель погружается в детальное рассмотрение жизни вот этого мира фикций. И как там эти противоречия, которые действительно... Если для Гегеля нет другого ничего, то, естественно, у него не появится размышление об этом другом. Совершенно верно. Его идеология не межфрот, нет места другого. Понятно. То есть, в случае, в случае, не описанных недостаток. Там история заканчивается, но хорошо, дух познает себя. Все. А что в этом заканчивается? Ее укончились, но познали себя и все. Замечательно. Вы понимаете, вот если вы будете рассматривать сознание, есть разные типы развлечения. Вот то, о чем рассуждает Гегель, то самое проективное. Развлечение внутри сознания. Одно различает другое. Но в конце концов, наступает момент, когда сознание в целом обязано различить себя само. И вот это, по большому счету, я серплю себя с большой буквы. Прорыв на второй этаж матрица. Как различить, это же супер противоречивая ситуация. Как сознание может различить себя само. Сказать себе, что существует, грубо говоря, химера, не значит, что они ездят, и не значит, что это действительно так. Можно с этим бороться? Это трансиментальный идеал. Вот. Карт поставил четко вопрос. Обрисовал картину. Это статика. У Марса уже начинается динамика. Марс нам рисует, как мы можем познавать, что на верхнем этаже. Как мы можем пробираться на верхнем этаже. У Гегеля же просто такие правила поведения на нижнем этаже матрицы. Он даже и вопрос такой, я не знаю, как это у него. Гегель-матрицы-то и нет, как раз. Нет, абсолютно, да. Потому что он просто логично это считает, что то, что непознаваемо, не существует. Да. Он просто на первом этаже и даже не осознает. Как считать? Нет, а есть противоположная точка зрения. Это непознаваемо, и его нужно познать. По-моему, это наоборот. Как Канту как раз предъявляет то, что у него какие-то есть вещи в себе, всякое прочее, что быть не должно, поскольку мы это же не можем познать. И раз мы это не можем познать, значит, что оно не существует. То есть это Канту постоянно этот вопрос адресуется. И критика Канта, она как раз подходит по тому, по-моему, 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 в том, чем Александр Сергеевич видит достоинство. Да, ведь? Да, только в переводе. А в том, что, например, в том, что обычно Гегель хвалит, что у него одна сплошная имена есть, да? Александр Сергеевич, наоборот, видит провал. То есть хорошо, что матрица... То есть прямо противоположная точка зрения? Это смешная. Глаз закрыл, я скажу тебе о нем. Нет, нет. Имейте в виду то, что принципиально непознаваемые. Вещи себе принципиально непознаваемые. Причем здесь глаза закрыли? То, что никогда не будет поднимать. Нет, в определенные вещи входит принципиальная непознаваемость. Принципиальная непознаваемость. Не сейчас непознаваемость. Держи понятия, например, верификации. Вы же это статичная картинка. Верификация. Это когда ты внутри научной теории, ты можешь предположить такой эксперимент, который доказывает ее неверность. То есть установка Канта, она просто, грубо говоря, вынуждает людей, ну, сознание постоянно работать, двигаться вперед. Но оно не вперед двигается, оно все равно движется в своих терминах. То же самое, что и у Гегеля. У Гегеля, вы говорите, что он пришел к духу, и сознание само вертится в самом себе. Это то же самое. У Гегеля полностью монетная философия. То есть разницы-то никакой нет. Там вводится понятие вещи в себе, которое заставляет сознание постоянно рефлексировать. А здесь идет рефлексия просто на основании того, что есть некий дух, есть сам, и он работает в себе. Почему иногда? Все, больше, как нравится. Все, больше, как нравится. Негодяев, не нищая. Я согласен, есть правила сопринципиально. Потому что Кант положил трансцендентальный идеал, не в один и второго этажа. А Гегель это не сделал, вот и все. А смысл это? Ну, можно положить третий этаж, четвертый этаж. Ну, если есть трансцендентальный идеал, если есть ноумен, то мы можем. Нет, он не есть. Мы его полагаем. Есть он или нет? Нет, фантазия это одно. Это есть некий идеал. Это же как ваш любимый трансцендентальный. Я об этом и говорю. Потому что Кант просто положил нечто, создал некий новый. И этот новый просто является некой выше движущей силой сознания. Он необходим. Мы не можем говорить, есть он или нет, просто исходя из терминологии кантовской, вот что такое бытие, да? Ну, это есть некий абсолют, который даже не то, что разум кантовский полагает, а он его отторгает, да? Вот ноумен, это то, о чем мы не можем мыслить. Но тем не менее, этот трансцендентальный идеал, необходимый для завершенности кантовской карнины, ну да, он будет главная противоречия, которая в некотором смысле... Мы уже должны представлять, откуда материя чувства, природа, откуда у нас... в некотором смысле, в первом смысле, введение этого противоречия, это и есть... Это санитального идеала. Это раньше, знаете, как объясняли, откуда гром гремит? Это Илья на колеснице едет по небу, понимаете? И гром гремит. У вас вот объяснение подобного рода, некой фикции. Как гремит гром? Илья на колеснице едет, и гром гремит. Или там, Зевс, который бросает молнии. Да вот у вас... Вы считаете, что такое объяснение у Канта заслуживает как бы уважения, да? Вот у Канта, получается, есть некий идеал, как бы, да, фикция, да? Ну, как бы, его как бы нету, но почему-то он что-то там объясняет. Хочется обратить внимание, что его трансцендентальный идеал, он при этом... такой не Илья на колеснице, то есть это колесницу, в которой нет ни колес, ни лошадей, безусловно. И Канн, по крайней мере, это осознает. Конечно. Ну, такой очень бедный идеал, просто там что-то такое стереется, такое загадочное, мистическое, и непонятно какое. Ну, это вектор, куда двигаться, и все больше. Ну, вот. Ну, просто я хочу отметить, что, действительно, вот, типа Александр Сергеевич, есть люди, которые, то, что Канта обычно проявляют в качестве недостатков философии, наоборот, возводят достоинство. И то, что Канта является достоинством, как вы думаете, очень многое философы. Александр Сергеевич нам говорит, что это народный достаток. Нет, тут видите, что с этим делать, да? Мне нравится концепт философский, его законченность, а не то, что мне нравится жить в матрице. Наоборот. Вот так, чтобы из матрицы вылезти, нам нужно представлять конструкт. Вы понимаете? Ну, из матрицы нет. Вот меня удивляет, почему вы не хотите обсудить мысль моего возможности реальное гастрирование матрицы. А вдруг ее нет в матрице? Ну, не важно. Реальное гастрирование матрицы кого нет даже у Канта? Канта не запрещает нам логически. Не запрещает. Он скажет. Он не запрещает. Боишь ли ты представить, допустим, аналоговый способ передачи сигнала? Нет, матрица возможно, однозначно. Возможно, возможно, этого никто не отрицает. Но другое дело, насколько правомерно заниматься фантазиями. Да, действительно, Кант говорит, гром гремит, говорит Кант. Я это понимаю. Я понимаю, что у этого грома гремит какой-то есть внешний источник. Нет, просто сложно вот в этих терминах Канта, да, а так механически, то есть, можно представить, что есть Вселенная, да, со всеми другими законами, которые мы знаем. И мы всего лишь некая подсистема, возникшая искусственно или неискусственно. Все это можно сделать. И мы практически либо можем опять, либо можем, либо не можем выйти и ее познать. То есть, теоретически, я считаю, что даже если мы подсистемой этой системы, действительно, есть сбои, и благодаря этим сбоям системы не можем добыть сам. А проявился, что мы подсистемой этой системы? Очень тогидно. Мы, находясь в подсистеме, практически невозможно узнать, подсистему мы или нет. По определению, вот та самая система абсолютно трансцендентна. И та санитальна абсолютно трансцендентна. То есть, мы ее в принципе не можем... Абсолютно внешне к нам. Нет, не обязательно. Но вот то, что у тебя в компьютере есть, да, то есть, вот смотри, вот мы можем просто у нас хорошо, действительно, вот эта вот создавшаяся ситуация, информационная, новая технология, позволяет вот такие мысленные эксперименты стать. Вот в компьютере создали какой-то новый мир. Он для нас внутренний. мы его можем изучать или смотреть, или даже не знать, что он случайно там возник. Он там каким-то образом... То есть, для нас прошло там день, для них прошло там миллион лет в это время. Но сбой может произойти у нас здесь. И это неизбежно, потому что это... Ну, до случайности они случаются. И может так произойти, что мы думаем, что это однонаправленное, а у них сбой, короткое измыкание, да, перегорел процессор, сбой у нас, по крайней мере, в подъезде свет вырубился. Вот тебе воздействие внутреннего мира на внешнюю оболочку. Вот по определению, весь этот мир вот этот, гиг, в компьютер, где-то еще, по определению, и монетный мир. Как раз некоторые философы говорят о трансцендентном, хотя их принято не считать философом. Канн даже, он никогда не говорил в трансцендентном, так говорят в трансцендентальном. Трансцендентальный, то есть всегда у этого самого грома должна быть такая трансцендентальная причина, не трансцендентная, не Илья на колеснице, а именно трансцендентальная. Ну, природная. Трансцендентальная, то есть требуемая, то у тебя есть некая схема, которая заставляет снимать, что-то у тебя происходит, искать некую причину. Ну, типа, заболела нога, тебя пробили, ну, что-то еще. Ты ее ищешь постоянно. То есть признание причины соответственных связей. Наличие или наличие. То есть, когда у тебя что-то происходит, гром гремит. Ты сразу начинаешь придумывать, что это он гремит. Но если ты внимательно прислушиваешься в этой ситуации, ты не обнаруживаешь какую-то конечную причину. Ты говоришь, что это нечто такое сереться. Это и есть трансцендентальный объект, судя по всему. Но он по своему определению лишён какого рода определённости. А матрица – это всегда некая определённость. Это всегда мужики в саркофаге и с трубками во рту. Всегда. И компьютерная игра – это тоже мужики в саркофаге с другими трубками во рту. Вот такая. Это никак не денется. Поэтому для Иканта… Ну это может и так, и так быть. Для Иканта… Потому что трансцендентные – это трансцендентные другие реальности, другие миры, там, вампиров, обрыганных, кого-то ещё-то, можно оставить фантастам или писателям. Для философа существует только трансцендентальный. И существует ли? Трансцендентальный – это нечто предполагаемое, исходящего из нового опыта, который… Он же говорит, что у меня Коперниканский переворот совершил. Теперь говорит, я думаю, что вещи должны соотноситься с нашими представлениями. То есть у нас есть представление об причинности, и мы придумываем такую вещь, которая соотносится с этой причинностью. Когда мы узнаем закон, а потом подгоняем предмет. Да, да. Под него подгоняем предмет уже, собственно, придумываем его. Вот это будет понятие трансцендентального, то, что называют Коперниканский переворот. Но ему более-менее внимательные ситуации говорят, что у него Коперниканский переворот не удался, потому что при этом он ничего не говорит о трансцендентном, кроме того, что оно есть. А не загнивать о чем-то внешнем сознании, это из трансцендентальных вершин сватываешься до вершин, до низин трансценденции. А трансценденция сама по себе, ну, есть мощная философская традиция, которой она отвергается. Вот, она существует. Тут только у Александра Сергеевича, наоборот, для его трансцендентного уровня, то есть трансцендентное является достоинством. Философ Гегель, вот, например, он, в отличие от Канта, попытался создать полностью монетную философию, ну, совсем. И, вроде бы, дался проект, да? Ну, вообще-то говоря, все более-менее, наверное, философы пытались именно монетной философией заниматься. И монетной философией. Некоторые, например, достаточно крупные современные философы, они вообще говорят, что форма не только делает предмет определенным, но она его еще уводит в бытие, то есть до формы никто ничего не существовал. И он только в этот момент и появляется. То есть нет вообще ничего трансцендентного. То есть они идут в ситуации абсолютного монизма, то есть абсолютного одного начала. То есть пока кванты не открыли, их не было? А абсолютно монизма? Нет, нет, нет. Это кванты открыли, это не то, не то. Они стали квантами, когда их открыли. И в том дело, не то, что ты ничего-то не знал, ничего не знал, не видел. За что это привело? Ух ты, а там дом построили. Принципиально познаваемы были, то уже в определенный момент уже познаваема. А �ёнки все принципиально не познаваема. По определении, вещи в себе есть были принципиально непознаваемости. Никогда. Но при этом почему-то существование. И Хамту на этом и указывают постоянно парень. У тебя принципиально непознаваемое значит не существует. почему я так вот у нас тут схемы которые заставляют мысли существующий как-то но нет вот я могу взять эту вещь принести по представлено непознаваемое сознание человека при этом существующие человек не человек никогда не мы вообще-то говорим сейчас осознание почему мы его познаем как-то не не отчетливо не ясно не отчетливо в процессе его познавания никогда не будет конечно можно сказать но тем не менее у тебя существует определенная возможность его познания проявляет но ты не можешь сказать на вещь такая что ты ничего не поможет вообще ничего поэтому вот такая вот это как бы странно поэтому александр сергеевич нас возвращает вот тому странному тоже повороту в философской мысли когда то что все считали недостатками кантовской философии александр сергеевич считает достоинством достоинством очень слогим к концу не но александр же еще и дальше идет он считает что за ним там стоит целый мир не просто ничего не познаваемого это дальше уже в сторону уже даже не трансцендентного а в сторону трансцендентного это то совсем совсем люди думают что это только фантаст таким заниматься но если вы категорически не хотите говорить о матрице то работать не будем да не 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 на самом деле это философ должен то есть это продолжение философикана почему нет почему какова возможность в самом деле у нас же много было всяких дисциплин научных которые почему-то отказывались там рассматривать что-то там еще скорость передачи я вот сейчас честно говоря хочу сказать что я вот когда побыл да ну и у Володи говорила в философском клубе я как раз вот эту же тему хотел то есть я тут просто несколько статей почитал мне показались они не очень ну основательными да поэтому я не стал вот это вот вот это вот да возникла панитократии а так на мой взгляд тема-то очень живая возможность но она связана на самом деле с нашим неправильным пониманием мира что мир может быть принципиально другой да вопрос насколько мы способны это установить это да но это как бы не со стороны уже Канта потом смотрите с и теоретической точки зрения все таки я считаю что установка Александра Сергеевича глубоко не верна тем не менее с практической точки зрения она может быть как раз очень успешной вот в чем дело одинаково с теоретической и с практической с теоретической точки зрения мы считаем что человеческое сознание прошито задом априорно то что мы наблюдаем вот только что прослушали доклад примерно про это же да вот смотри и это первым на это указал Кант да с практической вот это теоретически я уже не знаю в прошлый раз в четыре часа приводил цитаты сегодня приводил концептуальную логику Канта это понятно просто мы хотим сказать что Чукча не читатель и Чукча писатель да это я про себя разумеется что не читатель ну про меня так можно тоже сказать нет я про себя конечно нет я хочу сказать что есть же вот этот подход к матрице действительно правда это две великие не сенализы философии а две великие системы 19-20 века то есть марксизм и фейдизм они же на этом самом говорят что у нас есть какие-то события по внешнему а внутри них там либо подсознание то есть сексуальные комплексы какие либо сложные экономические отношения вот такая же позиция то есть с одной стороны у нас есть мир которые мы проникаем что как будто так устроен а за ними да бессознательно мы этого не сознаем и не понимаем есть какие-то совершенно другие механизмы ведь это же правда же как бы на матрицу похоже да конечно я буду рассказывать да я поэтому и говорю марксизм и фрейдизм вопрому что это объединены в одну концепту да это один концепт на самом деле конечно вот так хочу я хочу сказать что с теоретической точки зрения это выглядит неправильно с фактической точки зрения это работает и современная французская философия возникла на признании вот этого странного обстоятельства мира и от людей не следует хочу заметить отлицать что-то если мы его на теоретическом уровне не понимаем вполне возможно оно как практический концепт состоятельно и мы с ним работаем с неким предположением с неким практическим концептом правда же действительно достаточно замечательная современная французская философия возникла на признании вот этого странного обстоятельства мира который мы принимаем за действительность который этой действительностью не является и то что стоит либо в подсознании либо за спиной у нас то есть мир экономических отношений или мир психических комплексов ну или slightly только я не знаю почему ты считаешь что у Канда это не возможно мыслить сам Кант, конечно, сделал бы об этом не сказал но если додумывать этот интеллигибельный мир или мел вопрос на самом деле если Dictine ними неизменно и самая она есть Ну, тогда это не психоанализ, как раз говорю, что эти комплексы можно достать и увидеть, и сказать, что вот он на том источнике. Сколько угодно, просто я имею в виду максимум, что ты можешь разрешить неволюцию и понял, что... Нет, это стоит с Александра защитить, я же о том, что... Я сам Александра защищаю. Да из философии сам его от кого хочешь защитить. Просто из философии Канта на самом деле матрица следует, только она следует не непосредственно, может быть, и сама философия, а развивая ее, как бы, интенсивно. Я вот забыл сказать об одной интересной штуке, что когда Кант свое доказательство Бога оказывал, так сказать, да, он одновременно признал интеллектуальную интуицию. То есть Кант признавал интеллектуальную интуицию. Ну, докритический Кант. Да, докритический Кант. А это естественно, потому что если ты признаешь, что кроме бытия мышления существует еще реальность, истинная реальность, да, то как только ты это признал, тебе необходимо признать эту интеллектуальную интуицию, иначе это будет для тебя бессмысленный ход признания реальности. Потому что ты должен допустить, что ты хотя бы там по касательному, и как ты эту реальность будешь ухватывать, вот, чтобы соотносить свое бытие мышление с реальностью, была возможность, с истинной реальностью. Вот. А когда, значит, Кант отказался, когда, я думаю, у него был большой, конечно, облом, когда он понял, вот, видимо, там большой кризис случился, он написал критику. И который исходит, вот, самое главное, что я сегодня хочу о вас донести, что это все вышло, критика вот, и вообще весь Кант вышла вот из кантовского доказательства бытия Бога. Когда он от него отказался, что невозможно умозрительно доказать существование реальности, он не пошел просто со стороны чувственности, но здесь-то доказать невозможно, но как идеал, трансиментальный идеал, он обязательно должен существовать. Вот мне все чешется сказать здесь две вещи. Одна самая общая по поводу, в принципе, как строилась дискуссия во время доклада Александра и после. понимаете, ну вот Александр представляет определенную позицию, такую экстремально-кантианскую. С этой позиции даже Гигель, это уже бред сумасшедшего, который просто полностью несостоятельен. Ну, это позиция, что называется. Что с этим делать? Все кинулись противопоставлять этой позиции свою позицию. Вот Игорь говорит, а у меня наоборот, а у меня Гигель весь в белом, а Кант весь в дерьме. Вот, вот у меня такая позиция. Это крайне как бы справедливо, в том смысле, что такие позиции есть. И одна, и другая, и третья, и пятая, и десятая. Всякие позиции есть. Ну, просто их противопоставлять в таком смысле, что вот у тебя такая позиция, а у меня другая позиция. Ну и чего, мы будем стоять животами толкаться, что ли? Вот, или начнем еще, не дай бог, приплетать, а за мной стоит столько-то авторитетов. А я кинусь в библиотеку и найду список, какие авторитеты за мной стоят. Ну, это же, в общем, не разговор. Что могло бы быть? Ну, в диалоге-то это все прояснялось. Я тоже входит вот уже и первый, и второй раз, и там сделал все некие пометки. Это все очень полезно. Это понятно. У нас же не просто констатация, еще каждый аргументирует свою позицию. Вот, вот по поводу с аргументами у нас все-таки достаточно слабо, потому что именно аргументы мы в лучшем случае упоминаем, но не пытаемся их анализировать. Как это, лучше бы, конечно, как-то поработать с аргументами, попытаться взвесить, да, вот найти какие-то весы, на которых можно взвесить исходную точку Канта, исходную точку Гигеля и понять, кто ближе, так сказать, к существу дела. Ну, вот есть все-таки некоторое существо дела. Не вещь в себе, конечно, да, но... Вот это мне непонятно. А? Вот это мне уже непонятно. То есть, как оно на самом деле имеется в виду? Вот я специально старался от этого... Нет, не то, что оно кажется на самом деле, нет. Вот как оно на самом деле, естественно, у меня абсолютно там другое... Я Платоник на самом-то деле. Поэтому для Платон, для меня все, я... Нет, но мне так казалось, что я аргументы привел. Ну, ты их именно что привел, но не происходит как бы сравнения аргументов. Не происходит, ну вот, понимаешь, вот... А есть Александр, его позиция, его аргументы. Есть твоя позиция, твои аргументы. Ну, он с вами соглашался касательно карта. Да. А в каких-то точках... Вообще тут как-то не очень... В каких-то точках, да, происходит соприкосновение. Все правильно. Но, а если не просто противопоставлять аргументы, а попытаться их поставить в какую-то конкурентную ситуацию? Вот если это произойти... Если бы это как-то сделать... Вот что-то здесь попробовать, там, общими усилиями предпринять. И... Какое-то средство государства. Можно совершенствовать и совершенствовать. Вот. Ну, просто вот надо в эту сторону двигаться, да. Вот как бы... Не просто сталкивать аргументы, да, а пытаться как-то их взвешивать. Вот. И более частная штука. Мне вот, честно говоря, очень странно в 99% обсуждений кантовской философии, что она... Позиция канта оказывается заведомо, как бы сказать, частично обсуждаемой. Понимаете? Он совершенно не напрасно и в Пролегоменах, и неоднократно в Критике Чистого Разума пишет явственно и недвусмысленно, что это первая часть. Вообще его позиция излагается в трех книжках, в трех критиках. А мы каждый раз анализируем канта... Я сказал, что потом это было теоретическим разумом, под практическим разумом, да. Да, 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 да. Это все следствие, я считаю, из Критика Чистого Разума. В ней уже все содержится, на мой взгляд. А там это логические ходы. Я понимаю, в этом я сильно сомневаюсь, потому что, например, ну там понятно, каким образом трансцендентальный идеал превратится в Бога, который будет играть в критике практического разума. А что происходит в критике способности суждения? А это же часть, которая замыкает систему Канта. Отличная идея. Имеет смысл, на мой взгляд, еще раз обсудить уже вот Канта, может быть, по второй и третьей критике. И что хотелось бы, допустим, мне, это посмотреть, как Кант тронирует свободу. Это первое. У меня есть еще некие изображения. Второе, это ответить себе на вопрос, а почему Кант не был воспринят русской мысль? Какое-то отторжение было. С одной стороны, формально, но об этом пишут. Ввиду отсутствия русской мысли он не был воспринят. Да. Вот он как-то отторгался, в отличие от Гейгера, по-моему же, между прочим. Хотя, на самом деле, я лично считаю, что из Канта вся русская интеллигенция выходит через грампу нашего Таласдова. Что Канта из... Ну, это совсем отдельный сюжет. Да, да. Вот это совсем отдельный. Отдельный сюжет. Это правда. Тут не Кант виноват, конечно. Он был воспринят. Он был воспринят. Я когда-то об этом немножко думал, и у меня появилась тогда следующая гипотеза. Тогда случилась такая неприятность. Дело в том, что кантовскую моральную философию начали преподавать в духовных академиях, причем в сильно искаженном виде. То есть, они его так искорежили, что из Канта получился какой-то морализирующий христианский богослов. То есть, предприятие было идено через христиан? Нет. Просто ситуация была такая, что духовные академии так это исказили и подали в виде Канта. Русская публика, покушавши такого Канта, сказала, что троха какая-то неинтересная. И никто Кантом, так сказать, толком не занимался. В этом смысле более благополучной была судьба у Гегеля, например. Хотя она могла быть лучше, но все-таки он был сильно выявлен. То есть, он был просто сильно искажен. А потом, когда русские профессора философии начали входить в контекст европейской, там уже просто эти вопросы не обсуждались. Там уже было все последующее. Там уже проблемы такие узкие были, неокантианские. Никто к Канту самому не возвращался за такими общими вещами. Все уже погрузились в частности. А потом бахнуло известно что и никакой философии вообще не стало. Поэтому тут это отдельный совсем сюжет. Но я думаю, что как-то попытаться обсудить точку зрения Канта, представленную в трех критиках, вот это было бы очень правильно. Ну тут же надо читать отдельно. Вы же знаете, что чуть-чуть чуть-чуть читать. Это трудность, да, большая. В трех это серьезно. А вот еще раз. Там, видите, совсем какие-либо говоря не только. По поводу понимания Канта. Ницше, например, тоже считал, что Кант – это коварный христианин. То есть коварный христианский философ фактически. Так что никакого непонимания, я думаю, не было. Но он не прав. Ну он может быть не прав, но вообще-то он немец, как бы, да, и не последний философ. Он больше всего манг, мандоментарский философ. Кто? Ницше? Кант. Нет, ну трансцендентный Бог, но он в этом. Ну вообще-то это христианство просто чистой воды. Причем здесь Кант. То, что Кант пытается изложить, он излагает христианство просто на свой немецкий монет. Христианский Бог наш, Иисус Христос, да? И монет на пути. Хотя одновременно… Бог, Бог Отец, Он трансцендентный Бог. Ну ладно, это разговор. У нас Бог не Отец, а Троица. Ну Троица трансцендентный. Ну хорошо, ну еще что-нибудь. Бог, Троццендентный, Любовь и Лиги. Ну, я думаю, что в этом разговоре можно поставить какую-то заедую. Или точку заедую. Всё, давай, ставь точку.